Пушкинская карта С 1 сентября С 1 сентября по всей России начала действовать новая программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Оформить Пушкинскую карту и купить по ней онлайн-билет в театр или музей теперь могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Присоединиться к программе можно через приложение «Госуслуги культура». Регистрация виртуальной карты занимает всего несколько минут. О Пушкинской карте я узнала в первую очередь из социальных сетей. Большинство моих сверстников начали публиковать информацию о Пушкинской карте в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок. Больше всего видео я узнала в ТикТоке о том, как получить Пушкинскую карту, какие места можно посетить. И более того, я перешла на сайт «Культура.РФ» и там уже подробнее узнала о том, как зарегистрироваться, сколько длится регистрация и когда я уже могу ей воспользоваться. На данном сайте, также на сайте «Госуслугах» было расписано поэтапно, какими способами я могу получить Пушкинскую карту. Прежде всего, самый лучший, эффективный и быстрый способ – это получение Пушкинской карты через сайт «Госуслуг». Но в первую очередь профиль на «Госуслугах» должен быть обязательно подтвержден. Сейчас номинал карты – 3000 рублей. Деньги на посещение культурных мероприятий дает государство. Планируется, что уже в 2022 году бюджет карты будет увеличен до 5000. Однако накопить средства не получится. С 1 января 2022 года баланс карты будет обновлен. Поэтому успейте потратить деньги на культурный досуг до конца этого года. На данный момент я все больше наблюдаю интерес моих сверстников и людей чуть старше меня, моей возрастной категории, которые проявляют все больше и больше интерес к музеям, выставкам. Не только в городе Москва, но также в городе Санкт-Петербург. Мы часто путешествуем с друзьями, и как раз-таки стояла такая проблема о том, куда пойти. А когда нам предложили также финансирование наших походов в музеи и выставки, все стало намного проще и легче. Афиши всех мероприятий доступны в официальном приложении Госуслуги Культура, а также на интернет-портале культура.рф. Участники программы могут выбрать для посещения любой музей или театр России. Сейчас это более полутора тысяч учреждений культуры. А для тех, кто заботится об экологии, правительство Москвы тоже подготовило специальный проект, который называется «Чистое искусство». Все участники акции смогут получить в обмен на привычные повседневные бытовые отходы особый эко-билет. По нему можно сходить в музей, на выставку или любые культурные мастер-классы в Москве. Приглашаю вас к участию в акции «Чистое искусство», которая проходит в Москве в период 6 по 12 сентября. Для того, чтобы принять участие в акции, вам необходимо собрать от 2 кг бытовых отходов и в специальных точках сбора обменять их на эко-билет. Далее вы сможете обменять этот эко-билет на большое количество призов. Например, посещение театров, выставок, концертов и мастер-классов, а также 10% скидку на персональное видео от знаменитости на СИЗУ. Все призы, а также полные условия акции вы можете найти на сайте ecoart.me. Сделайте шаг к осознанному образу жизни. Акция продлится до 12 сентября. Полина Прокопенко, Равит Гор. Специально для телеканала «Русский мир». Россия и Мексика открывают новые горизонты международного сотрудничества. О будущих планах рассказали коллеги из «Русского дома» в Мексике и корпорации «Роскосмос». Встреча прошла в фонде «Русский мир». Международная видеоконференция «Российско-мексиканское сотрудничество. Полет в будущее» объединила представителей образования и науки. На площадке фонда «Русский мир» прошла встреча руководителей технических университетов двух стран, а также представителей корпорации «Роскосмос». Хотел бы всех поприветствовать и сказать, что вообще конференция – это очень важная тема отношению к области развития образования. Образование – это такой всеобщий эквивалент всего, что делает человечество. Поэтому мне особенно приятно. Новая встреча делегации стала успешным продолжением диалога между Россией и Мексикой. В мае 2021 года за рубежом прошел фестиваль «Юрий Гагарин. Первый космонавт планеты». Это событие объединило страны и сформировало крепкое международное сотрудничество. «Именно в мае мне посчастливилось участвовать в работе делегации непосредственно в Мексике. Там были организованы встречи как с представителями власти и управления различных провинций мексиканских, а также торгово-промышленной палатой и нескольких университетов. В рамках сотрудничества между Россией и Мексикой очень большой потенциал и как в гуманитарной сфере – в образовательной, академической, так и в научной. Освоение космоса – одна из главных перспектив в научном содружестве России и Мексики. Ведь еще 60 лет назад главная мечта всего человечества объединила государства и континенты и положила начало новой эпохе. С 1961 по 1966 год Гагарин совершил 30 поездок. В нашем музее не так давно прошла юбилейная выставка «Человек мира». И она была посвящена как раз зарубежным поездкам Юрия Алексеевича Гагарина. Его личность настолько была привлекательной, что таяли человеческие сердца. Гагарин, я уверена, был первым из наших современников, который объединяет и сегодня. О новых возможностях для студентов и школьников также рассказали главы университетов. Директор системы среднего образования в городе Мехико призвал создать совместные проекты для учащихся в университетах и средних школах, а также запустить программу по обмену студентами. Каждую неделю в радиостудию телерадиокомпании «Русский мир» приходят популярные и известные эксперты. Они рассказывают о главных тенденциях российского образования, культуры и искусства. Теперь о самых интересных темах и гостях радиоэфиров мы будем рассказывать вам в наших информационных выпусках. Уже более 10 лет радиостанция «Русский мир» предлагает своим слушателям целую серию образовательных и культурных программ. Среди них «Школьный мир», «Честное слово», «Золотые лекции», «Театр и микрофоны», «Литературные загадки» и другие. Радиопроект «Десятая муза» посвящен истории и положению отечественного кинематографа, современным тенденциям развития и прочим вопросам киноиндустрии. Гости этой передачи известны режиссеры, сценаристы и все те, кто являются активными участниками процесса создания кино. На этой неделе гостем программы стал Иван Архипов, генеральный директор холдинга «Инферно». Он рассказал о работе своего продюсерского центра о международном сотрудничестве и участии в фестивале «Дни военно-исторического кино». Узбекистан – это моя, получается, самая дружественная страна, потому что у нас подписан меморандум о сотрудничестве Республики Узбекистан. Мы были первыми, кто создали полнометражный игровой художественный фильм «В Копродукт». В этой сфере, именно в дружеских отношениях, мы заходим с Узбекистана в совместные съемки, делаем фильм. Мы сделали сейчас, подготовили фильм «Барон возвращения». Это самый ожидаемый фильм Республики Узбекистан. В программе «Честное слово» именитые филологи и лингвисты России говорят о нормах современного русского языка, о которых не расскажут в ТикТоке и Инстаграме. В этот раз о возможностях непрерывного образования в главном вузе страны напомнил проектор МГУ по учебно-методической работе, кандидат философских наук Станислав Бушев. Все-таки Московский университет выстраивает свою вот такую образовательную стратегию, связанную с тем, что это непрерывное образование в течение всей жизни. И поэтому у нас существуют программы так называемого дополнительного образования. Есть общеобразовательные программы. Чаще всего они бесплатные. Это такая просветительская наша деятельность. В радиоэфире авторской программы «Женское счастье» психолог Инесса Швадская открывает секреты гармонии и успеха. На этой неделе вместе с известным художником-графиком и дизайнером Алисой Толкачевой они обсудили то, как правильно организовать социальную среду для особенных детей. Самая гигантская большая человеческая родительская любовь, конечно, выдерживает очень большие испытания. Но к этому нужны технические понятные задания. Родитель должен понимать, что и как он должен делать, кроме того, чтобы просто любить ребенка. Поэтому я считаю, что если вы видите, что у ребенка есть какие-то сложности, и вы понимаете, что вы его безумно любите и хотите уберечь, не факт, что вы его убережете. Лучше все-таки вопрос уберегания и оберегания решить со специалистом. В сетке прямого вещания каждый сможет найти свою программу. Добро пожаловать на радио «Русский мир». В Болгарии школьный учебный год начнется с 15 сентября. Но ученики русского центра в Старозагоре уже успели отметить главный осенний праздник – День знаний. Ребята встретили его под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». Вместе с волонтерами центра они провели веселую гимнастику и зарядились энергией на будущий учебный год. Леонид Андреев – крупнейший писатель и драматург 20 века. В свое время он столкнулся с небывалой волной критики. Современники относились к его творчеству с осторожностью. Кто-то признал гениальный талант, другие же считали Андреева безумцем. Откроет завесу тайны и покажет истинный образ писателя новая выставка «Жизнь человека». В этом году мы отмечаем юбилей одного из самых загадочных и таинственных писателей Серебряного века. Леонид Андреев – властитель Дум русской интеллигенции, подарил отечественной литературе множество противоречивых и сложных героев. Их характеры, новая этика и мораль представили образ Первой русской революции – главную тему в жизни и творчестве Леонида Андреева. В попытке познать философию писателя Государственный музей истории российской литературы имени Даля представил межмузейный выставочный проект «Леонид Андреев. Жизнь человека». Экспозиция построена по мотивам одноименной пьесы драматурга и раскрывает перед гостями самые заветные грани его судьбы. Нам хотелось показать его очень разным. И мы оттолкнулись от его же пьесы «Жизнь человека», которая включает на самом деле пять картин. Это «Рождение человека», «Любовь и бедность», «Балу человека», «Трагедия человека» и «Смерть человека». Возникает ощущение, в общем-то, не только у нас, но и у современников, что он пишет и про себя тоже. И он пытается найти какую-то универсальную схему, которая бы отвечала на очень сложные вопросы. Четыре раздела выставки приглашают пройти сквозь лабиринт хитрых переплетений художественного вымысла и реальности, чтобы найти ответы на те вопросы, которые мучили писателя на протяжении всей жизни, а также погрузиться в мир Леонида Андреева с помощью редких музейных артефактов, видео в формате виртуальной реальности и анимированных живописных работ. Мы не показываем пятую картину «Смерть человека», потому что как раз нам кажется, что смерти нет. И к этому выводу, в общем-то, приходит и сам Андреев. И его продолжение – это, естественно, дети и те идеи, те мысли, те произведения, которые остались после него. Открыть для себя новые ипостаси Леонида Андреева можно до 5 декабря. Выставка проходит в московском доме Остраухова в Трубниках. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.yandex.ru До новых встреч и до свидания!